Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом применения налога на самозанятых, либо иное название – налог на профессиональный доход. Именно данному вопросу посвящено письмо ФНС России, реквизиты которого вы видите. И в данном письме ФНС России рассматривала актуальные вопросы, которые возникают в связи с применением налога на самозанятых. Там достаточно много вопросов, но я выбрал те, которые, на мой взгляд, самые интересные. Во-первых, возник вопрос, как проверить статус лица, то есть применяет ли лицо налог на самозанятых, либо нет. И в данном случае ФНС России предлагает два способа. Первый способ – это запросить справку у самого самозанятого. И при этом у лица, который применяет налог на самозанятых, имеется возможность предоставить такую справку, поскольку есть функция по формированию такой справки в личном кабинете самозанятого. Другой способ проверки статуса – это можно воспользоваться сервисом, который существует на сайте ФНС России. Он позволяет проверить статус. В общем, также со статусом самозанятого был связан вопрос о последствиях утраты лицом возможности применять налог на самозанятых. Точнее, спрашивалось, то, какие последствия возникают в том случае, если лицо не сообщило о том, что оно утратило возможность применять налог на самозанятых. Ну, строго говоря, ФНС России не отвечает на данный вопрос, а вновь советует регулярно проверять статус самозанятого с помощью сервиса, который существует на сайте ФНС России. Следующий вопрос был связан с тем, необходимо ли открывать специальный счет, на который поступали бы доходы лица от деятельности в качестве самозанятого. И в данном случае ФНС России указывает на то, что открывать специальный счет закон не требует. Следующий вопрос был связан с последствиями получения самозанятым единовременно 2,4 миллиона рублей. Но почему эта цифра? Потому что это тот лимит, превышение которого лишает лицо возможности применять налог на самозанятых. Так вот, ФНС России указывает на то, что если лицо единовременно в соответствующем году получает 2,4 миллиона и потом в течение года не получает каких-либо доходов, то значит лицо соблюдает лимит, связанный с возможностью применения налога на самозанятых. И также ФНС России оговаривается о том, что в законе не предусматривается какая-то периодичность получения доходов самозанятым. Ну и, наконец, еще два вопроса касались последствий оказания различных услуг. Во-первых, возник вопрос о возможности применения налога на самозанятых в том случае, если оказываются совместные услуги самозанятых. И в данном случае ФНС России указывает на то, что законом запрещено применять налог на самозанятых в отношении доходов, полученных в результате реализации договора простого товарищества, ну то есть договора о совместной деятельности. Поэтому в том случае, если совместные услуги оказываются в рамках таких договоров, то доходы, полученные благодаря таким услугам, они не облагаются налогом на самозанятых. И, в общем, то же самое следует и в отношении агентских услуг. То есть, если лицо самозанятое применяет, точнее, оказывает агентские услуги, то оно не может применять налог на самозанятых в отношении доходов, которые получены от этих услуг. Таким образом, самозанятым необходимо принять во внимание данное разъяснение, данное письмо в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...